Всем привет! Спасибо, что решили поглядеть и начать изучать Linux под моим чутким руководством. Первый ролик у нас недолгий, так что, наверное, поехали. Первая тема, которую LP-ковцы предлагают нам изучить, это работа с железом, работа с комплектующими компьютера. То есть вся аппаратная часть, как мы ее видим, настраиваем, как с ней работает. Значит, на самом сайте LP-ка написано то, что у нас после изучения этой темы студент должен уметь делать следующие вещи. Это включать и отключать встроенное железо. Тут мы будем с вами работать с модулями ядра и немножечко говорить о BIOS. Затем настраивать систему при помощи или без помощи внешних устройств. Тут, само собой, понимается такой момент. Установить систему мы должны, конечно, при помощи хотя бы клавиатуры и какой-нибудь дополнительной периферии, а потом уметь настроить SSH. Но это уже тема дальнейших занятий, просто имейте это в виду. Затем разница между устройствами хранения. Тут просто нужно поговорить о современных интерфейсах, поговорим. Затем поговорим немножко о горячей замене, выделении аппаратных ресурсов для устройств. Тут уже будем, наконец-таки, работать немножко практически. Мы поговорим о разных интересных вещах, о DMA, об IRQ и посмотрим, как в Linux это поглядеть. Инструменты и утилиты для просмотра спидскооборудования. Тут тоже различные команды, которые полезно знать. Инструменты и утилиты для работы с USB, то же самое. И разбор таких понятий, как определенные файловые системы, которые создает Linux. И еще парочка понятий. То есть, в рамках определения настроек мы будем с вами говорить об файловых системах. Вот этих вот SysProtzDev. Поговорим о таких понятиях, как HAL, DBUS, UDEV и так далее. Поговорим о командах LS-MOD, LS-USB, LS-PCI и еще некоторых. Поговорим о том, как определяются у нас адреса устройств, какие бывают насильные информации. В рамках изменения настроек мы говорим об установке ID устройств, о модулях ядра и о добавлении и удалении драйверов устройств. На этом слайде немножко задержимся, потому что эти понятия будут нам встречаться в течение всего сегодняшнего урока, так скажем. Значит, HAL это у нас слой абстрагирования, Hardware Abstraction Level. Он нужен для того, чтобы операционная система могла работать с любым железом. Ей все равно, какой конкретно у нас используется процессор, какая конкретно используется память, модель, серийный номер и так далее. Для нее это просто устройство. Но нужно сказать, что с 2011 года HAL больше не используется в Linux. И на смену HAL целиком и полностью пришел UDEV, о котором сейчас тоже поговорим. Но неизвестно, в LP еще встречаются вопросы по HAL или нет, так что мы просто упомянем некоторые команды по работе с ним. DEBUS это шина, по которой у нас интерфейс операционной системы общался раньше с HAL. То есть это общение с железом и софтом. UDEV это менеджер устройств такой Linux. Операционная система создает устройства при включении компьютера. И этот UDEV чем-то похож на plug-and-play. То есть он умеет создавать устройства, и причем умеет их создавать в том виде, в котором они были бы понятны нам. То есть теми названиями, которые мы с вами могли бы разобрать, а не в виде набора просто символов. Кроме того, плюс этого UDEV это возможность динамически удалять и устанавливать устройства. Но это мы все сейчас с вами поглядим на практике. Директория SIS. Тут у нас содержится вся информация о подключенных устройствах. В этой директории в принципе в нее монтируется файловая система виртуальная SISFS. В ней есть определенный набор папок, которые вы видите вот здесь у нас на слайдике. В подпапке DEVICES у нас хранятся все устройства ядра. В подпапке BAS перечень шин. В подпапке DRIVERS каталоги драйверов. В подпапке BLOCK блочные устройства. И в класс группировка по классам. Давайте это все сейчас поглядим уже на живой Ubuntu. Итак, начинаем практическую часть. Работу я увидите из-под обычного пользователя, у которого много прав нет. Давайте повысим свои права до суперпользователя. Командой sudo-s. Это рекомендуется нам делать только в лабораторной среде. На практике, конечно, лучше такого не делать. И поглядим, что у нас есть. Мы будем использовать сегодня только простые наборы команд. Значит, CD это перейти в каталог определенный. То есть, вот этот вот символ, слэш, это у нас корневой каталог. То есть, все то, что находится в корне нашего диска. И команда LS или LIS. Это просмотр того, что есть в том каталоге, в котором мы сейчас находимся. Вот в корне у нас находится огромное количество папок. Нас сейчас интересует наша папка SIS, в которую монтируется файловая система, виртуальная SISFS. Переходим в эту папку и смотрим, что есть в ней. Все как по слайду. Давайте посмотрим, например, какие у нас есть блочные устройства. LS-блок. Видим, что есть некие блочные устройства. Вас не должно сейчас интересовать, что это за блочные устройства, что это значит. Мы к этому будем постепенно приходить. Вам просто нужно знать, что есть такая папка и что мы можем в ней увидеть. Что оно значит, сейчас пока не обязательно вам знать. Можем также посмотреть, какие у нас есть, например, с вами вот шины. Набираем LS-блок. И видим, что у нас есть полно шин здесь. Это шина процессорная, это шина PCI, это шина USB. Давайте, например, поглядим шину USB. Так как мы находимся сейчас в папке SIS, вот у нас здесь это видно в нашей консольке, то мы должны написать более полный путь к этой папке. То есть, list USB slash list bus, то есть у нас же в папке SIS есть папка bus, а в папке bus есть папка USB. И мы видим вот такие вот вещи. Мы видим то, что есть драйверы, есть какие-то устройства. Давайте поглядим, какие конкретно устройства у нас есть. То есть залезем еще глубже. Я нажал стрелочку вверх, чтобы у меня предыдущая команда скопировалась, чтобы не нажимать ее заново. Набираю D и нажимаю кнопку TAB, и у меня дополняется моя команда. Буду вам по ходу давать подсказки. И вижу вот такие загадочные вещи. Вот так вот у нас видит наша операционная система. То железо, с которым она работает. Это единички, нолики, двоечки. Сейчас мы с вами доберемся до PCI, и там будет еще страшнее. Именно для этого и нужен UDEV, потому что UDEV может представлять нам вот эти все безумные устройства в том виде, которым они понятны нам. Папка PROC находится тоже в корне файловой системы. Тут у нас сюда монтируется файловая система виртуальная PROCFS. Она создается в оперативной памяти, когда компьютер грузится. И в этой файловой системе находится вся информация о запущенных процессах, о состоянии конфигурации ядра и вообще о системе. Тоже давайте поглядим на практики. Давайте снова посмотрим, что у нас есть в корне. Там ничего не изменилось. Но теперь нас интересует папочка PROCFS, в которой монтируется файловая система виртуальная, которая показывает нам все запущенные процессы. Захожу в эту папочку. Вот она. Могу показать, что в ней есть, но в ней огромное количество всего. Причем большинство вы видите в виде цифр. И мы смутно себе представляем, что это за процессы на данном этапе. Можем, например, мы посмотреть все, что мы знаем о процессоре. Вот у нас есть такой файлик cpu.info. Есть команда, которая выводит содержимое файла нам в командную строку. Это cat. Пишем cat.cpu.info. И видим все, что у нас есть по процессору. У меня все это через виртуализацию, но тем не менее видно, что это Intel Core i7, мой родной. И все про него. Кэш, герцы, технологии, которые он поддерживает и так далее. Там же был такой файлик, как mounts. Давайте посмотрим, что это за файлик mounts. Mounts у нас показывает все смонтированные файловые системы. Давайте я так бегло покажу, что это значит, а мы сюда еще к вам вернемся. Значит, корневая файловая система root у нас смонтирована в корень нашего раздела. Это вот наш корневой раздел слэш. Мы к нему переходим через CD периодически. Папочка sysfs, то есть виртуальная система sysfs у нас монтируется в папку sys, которая находится в корне. Prods, виртуальная файловая система у нас, собственно, монтируется в папку prods и так далее. У нас есть временные файловые системы, файловая система для устройств, файловая система для нашего демона udev, который у нас такой аналог, plug-and-play, linux-овый и так далее. Просто мы вот здесь взяли это и посмотрели. Давайте посмотрим еще раз, что у нас в этой папке есть интересного. У нас здесь есть папка sys. Видите, папочки, они показаны синим цветом, файлики белым цветом. Давайте зайдем в папку sys. Тут у нас все о текущих настройках и процессах, которые происходят с нашей системой. Тут у нас есть несколько, вы видите, подпапок. Давайте зайдем в подпапку, которая относится к файловой системе, чтобы не трогать остальные, которые относятся к сети, к ядру и так далее. Самое такое относительно безопасное это файловая система здесь. Заходим глубже. CDFS. Здесь тоже есть у нас какое-то количество файлов, которые показывают какие-то текущие настройки нашей файловой системы. В частности, здесь есть вот такой вот файлик, который называется FileMax. Давайте его глянем. Cut FileMax. Этот файл показывает нам, сколько одновременно открытых файлов может использовать пользователь. То есть, сколько файлов ему в данный момент разрешено открывать. Мы видим то, что текущие настройки по умолчанию позволяют пользователю открыть чуть больше, чем 204 тысячи файлов, что казалось бы очень много, но если мы используем какую-нибудь базу данных, этого может быть мало. Мы можем поменять это значение. У меня есть еще одна команда, мы с ними еще будем встречаться. Вы так пока к ним привыкаете. Это Echo. Echo позволяет отправить какой-то набор символов в определенный файл. То есть, мы пишем тот набор символов, который мы хотим отправить. Я хочу отправить миллион в файл, который мы только что видели. FileMax. То есть, я хочу, чтобы теперь было значение не 204 тысячи, а 1 миллион. Нажимаю и проверяю, изменилось ли содержимое файла. Изменилось. Теперь пользователь может открывать одновременно до миллиона файлов. Нужно сказать, что все изменения, которые мы делаем в этой ProzFS, в этой папочке Proz, они сохраняются только до перезагрузки компьютера. То есть, после перезагрузки у нас ничего не изменится. Давайте выйдем из этой папки FS. Мы сейчас здесь находимся, напоминаю вам. На уровень выше. Чтобы выйти на уровень выше, можно использовать две точки. Не слыша, а точки. Видите, мы теперь находимся не в ProzSysFS, а в ProzSys. Нам так удобно перемещаться по каталогам. И поглядим теперь папочку не FS, а папочку NET. CD, NET. Глянем, что в ней. В ней тоже есть какие-то настройки относительно текущей системы, относительно сети. Можем посмотреть папочку IP протокола версии 4, то есть нашей конкретной сети IPv4. Заходим в нее, смотрим, что в ней есть. В ней есть огромное количество параметров сетевых. Например, мы можем с вами посмотреть параметр IP forward. Надо вниз его листать, чтобы найти. Вот он, IP forward. Этот параметр отвечает за переадресацию пакетов между нашими сетевыми интерфейсами. То есть, если у нас две сетевые карточки, разрешено ли нам пробегать пакетами из одной сети в другую? Разрешено ли ли это? Мы можем как раз увидеть в этом файле. Опять же, команды CAT, которые выводят нам в консоль, собственно, содержимое файла. Я пишу CAT IP forward. Показывает 0, то есть нет. Не разрешено. Точно так же, командой ECHO мы можем отправить в этот файл теперь единичку. Единичка, стрелочка, куда отправить. То есть, знак больше. IP нижнее подчеркивание, forward. Снова проверяем. Теперь до перезагрузки у нас разрешен проброс пакетов между сетевыми интерфейсами. То есть, по сути, разрешен NAT. И мы должны с вами не забыть поговорить о подпапке в корне DEV. Тут у нас хранится вся информация об устройствах. Непосредственно интерфейсы работы с драйверами ядра. На слайдике у вас есть пример того, как выглядят определенные устройства, которые, как правило, могут быть в составе вашего компьютера и как они могут выглядеть. Давайте глянем прямо по слайду. Значит, у нас в корне есть папочка DEV. И в ней находятся у нас все интерфейсы по работе с драйверами ядра. В частности, например, вот у нас есть жесткий диск. Один SDA, у нас нет SDB. И его разделы SDA1, SDA2, SDA5 и так далее. У нас есть CD-ROM, у нас есть процессор и так далее. То есть, все наши интерфейсы работы с драйверами ядра находятся в этой папке. Как с ними работать, это тема следующих занятий. Теперь давайте изучим команды, которые нам могут показать, что, собственно, у нас есть вообще в составе нашей системы. Первая важная команда это LSMOD. Это утилитка, которая показывает нам модуль ядра. Модуль ядра вообще говоря, это объект, который содержит код, позволяющий как-то расширить функциональность, может быть, запущенного ядра операционной системы. LSPCI, он у нас показывает, соответственно, всю информацию об картах расширения PCI, вообще о шине PCI. Если вы не знаете, что такое шина PCI, то вам нужно ко мне приходить, поучиться по курсу оборудования информационной системы. Ну, погуглите. LSPCMCIA, тут информация о картах расширения вот этих самых PCMCIA. Это карта расширения для ноутбуков. LSUSB, тут все видно по шине USB. LSUB, LSUB, база устройств HAL, но опять же, как я и говорил, с 2011 года в Linux в большинстве дистрибутивов HAL нет, и эта команда больше не работает. Ну, просто знаете, что она есть. И LSUB, 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 она показывает детальную информацию о всех комплектующих, которые вообще присутствуют в системе. Давайте для порядка вернемся в корневую файловую систему и очистим экран, чтобы нам было удобнее команды Clear. Итак, утилиты, которые нам показывают, что у нас есть. LS-MOD, с ней мы сейчас поработаем позднее немножко, показывает нам все модули ядра, какие у нас есть. То есть, модули ядра, которые отвечают за какие-то устройства. Вот у нас их полно. Вот, например, шина звуковая, AC97. Вот у нас есть VirtualBox Video. У нас здесь полным-полно, по сути, драйверов. Есть у нас команда, которая подсказывает нам наше PCI-устройство, то есть устройство на шине PCI, LS-PCI. Вот у нас есть определенные контроллеры, в частности, видеоконтроллер, сетевой контроллер и так далее. Так как у меня система виртуальная, она тут виртуализирует в основном все эти контроллеры. Если вы будете запускать на реальной системе, вы увидите, что у вас действительно есть на шине PCI. Есть у нас команда LS-PC-MCIA для ноутбуков. У меня не ноутбук, у меня нет ничего на этой шине, поэтому показывает нам, собственно, ничего. Та самая команда LS-HAL, которая раньше показывала нам устройства так, как их видят, собственно, HAL. Сейчас у нас нету HAL. И есть мощная команда, которая показывает все об нашем оборудовании. Есть много различных ключей, и вам нужно знать просто то, что эта команда есть. LS-Hardware, LS-HV. Она собирает информацию, видите, много информации о всем железе, и показывает нам все очень конкретно. Какой у нас жесткий диск, какой у него ID, собственно, какая у него шина, какой производитель. Показывает должна все. Но у меня, опять же, вы видите, виртуальная среда, поэтому здесь в основном это все устройства, которые были виртуал-боксом смоделированы. На реальном железе вы видите конкретно и материнскую плату, и процессор, и все остальные железки. И по USB у нас есть LS-USB. Вот она. Показывает то, что у меня есть определенных два хаба и какой-то планшет от виртуал-бокса. Теперь у нас утилиты работы с модулями ядра. Linux сам умеет находить устройство, но часто нужно добавлять драйверы или даже модули ядра для того, чтобы это устройство работало, если оно какое-нибудь нестандартное или, может быть, какое-то очень новое. Для работы с модулями ядра у нас есть несколько команд. Это тот самый LS-MOD, о котором мы уже говорили, который нам показывает, что у нас сейчас есть, какие модули в ядре. MOD-INFO, это информация о конкретном модуле ядра, мы можем понять, что это за модуль и за что она отвечает. RM-MOD, который умеет удалять модули, и INS-MOD, который умеет вставлять модули. Обе эти команды, они не умеют работать с зависимостями и немножко такие грубые. Для деликатной работы с модулями, для удаления и для возвращения, и для установки нового модуля, лучше использовать команду MOD-PROP с различными ключами. Сейчас это на практике все глянем. Работа с модулями ядра. Для того, чтобы, значит, у нас устройство работало, ему нужен модуль ядра, то есть драйвер. Команда из предыдущего нашего слайда LS-MOD показывает, какие, собственно, у нас есть здесь модули. Модулей у нас полно. Надо найти какой-нибудь безобидный, который нам не порушит систему. Вот у нас есть E1000. Я думаю, это Ethernet-модуль, который отвечает за сетевую карту. Давайте проверим. Команда MOD-INFO E1000. Очень много-много-много лишней информации, но я вижу, что это Intel PRO Network Driver. Сетевой драйвер. Давайте попробуем удалить драйвер сети из нашего Linux. RM-MOD E1000. Модуль удалил, и сразу справа сверху, видите, поменялся иконочка. У меня теперь нет сетевой карточки. Нет доступных сетевых устройств. Собственно, это ответ на вопрос линуксоидов, как у нас должны удаляться и устанавливаться устройства в рамках экзамена. Итак, чтобы вставить модуль ядра, можно попробовать команду INSMOD. Но она, скорее всего, будет ругаться, потому что у нас все-таки от этого модуля ядра зависит еще много других модулей ядра. И аккуратно вставлять она не умеет. Для аккуратной вставки используем ту самую команду MOD PROBE E1000, которая у нас проверит, собственно, все зависимости, все, что нужно, свяжет, доставит и установит. Прекрасно, видите, наверху иконочка поменялась, там все пробежало, и у меня уже есть проводное соединение 1. Так мы работаем с модулями ядра. Вот мы с вами добрались до тех вопросов, которые линуксоидовый институт рекомендует знать в рамках все-таки сдачи экзамена 101.1. Это большая часть такая, не относящаяся конкретно к линуксу, это выделение ресурсов. Чтобы понять, как вся эта периферия наша в составе компьютера взаимодействует с центральным процессором, нужно понимать следующие понятия. Это IRQ, input-output адреса и DMA, хотя бы это. IRQ или Interrupt Request это механизм прерываний, то есть это сигнал, который сообщает процессору о наступлении какого-то события, на которое процессор должен отреагировать. По IRQ нужно сказать, что есть определенные номера прерываний, их можно увидеть в биосе компьютера. Мы в рамках нашей текущей задачи как-то не изучаем биос. Но в общем-то есть номера стандартные прерываний. До появления технологии Plug-and-Play почти все номера прерываний были заняты конкретными устройствами, только некоторые из них были свободны. С появлением технологии Plug-and-Play, то есть той технологии, которая позволяет лоткнуть железку и непосредственно начать с ней работать, эти устройства начали делить каналы прерываний. Мы сейчас на практике посмотрим, как поглядеть, какие у нас номера прерываний и чем заняты вообще. Инпут-аутпут адреса – это область памяти, в которой процессор считывает информацию об устройствах и туда же, собственно, ее записывает. То есть это выделенный диапазон. Вообще адресация вот этой input-output, она бывает адресацией в памяти и адресацией по портам. Глянем сейчас это тоже. И последнее, что нужно сказать, это DMA. Эта технология, она появилась относительно недавно, технология обращения устройств к оперативке, не задействуя в этом центральный процессор. Это очень такая хорошая технология, она существенно повышает быстродействие. Про все эти понятия технологии нужно знать, то что они вообще-то все автоматически настраиваются сами. В некоторых случаях мы можем зайти в BIOS и что-то отредактировать, но вообще это задача современных контроллеров, которые у нас есть сейчас в любой материнской плате и в любом слоте расширения, который за что-то из этого отвечает. Информацию по прерыванию мы можем посмотреть в файловой системе PRODs, которую напоминаем. У нас содержит всю информацию о том, какие процессы сейчас запущены в файле INTERRUPTS. Вот, собственно, у нас какие IRQ есть номера и зачем они у нас зарезервированы, и чем они могут быть заняты. Опять же, нам здесь ничего редактировать, как правило, не нужно это все делать автоматом. Если мы хотим посмотреть адресацию INPUT-OUTPUT по портам, мы смотрим в той же самой вайловой системе PRODs файлик IEO PORTS. Вот у нас по портам, как выглядит адресация INPUT-OUTPUT. И можем посмотреть адресацию так, как она выглядит в памяти. В той же файловой системе PRODs IEO MEM. Вот так выглядит в памяти. Опять же, нам с вами эти символы ничего не дают, но мы можем посмотреть это здесь. Если вдруг будут какие-то проблемы с адресацией, мы можем хотя бы здесь глянуть на них. И по технологии обращения к оперативке устройством, минуя процессор, у нас есть в той же самой PRODs DMA файлик. Так как у нас с вами здесь в принципе-то программного обеспечения много не установлено, у нас только вот каскад некий использует напрямую обращение к оперативке, минуя процессор. Следующий момент, который линуксоидовы и вот эти институтские работники рекомендуют тоже знать в рамках экзамена, это современные устройства хранения информации. Это вообще далеко от того, что я собирался вам рассказывать. Это вы можете сами почитать в Википедии или опять же приходите ко мне учиться. Это, если говорить о современных интерфейсах, это SATA, SCAZI и SAS. Ну даже уже SCAZI уже и не современный. Нужно тут же сказать, что есть устройства, которые поддерживают горячую замену и не поддерживают горячую замену. Что это значит? Устройства, которые можно выделить безболезненно из компьютера, после чего у нас система не выйдет из строя, не подвиснет, не перезагрузится. Это устройства, которые поддерживают горячую замену. Как правило, это любые, например, USB-устройства. Устройства, которые не поддерживают горячую замену, это, например, оперативная память. Если мы выдернем ее из материнской платы, у нас точно будет синий экран. Если говорить относительно устройств хранения, нужно понимать, какие устройства предназначены для чего. И если мы используем, например, какие-то продвинутые RAID-контроллеры или RAID-массивы или корзины, то устройство хранения можно доставать на горячую, но это все зависит от конкретного контроллера. Или если у нас все это воткнуто напрямую к материнской плате через какой-нибудь SATA-шлейф, то тут, скорее всего, невозможно. На практике мы сейчас с вами просто глянем, как посмотреть, какие у нас есть диски и посмотрим, какие у этих дисков есть ID-шники и зачем. Показывает, какие у нас, собственно, устройства куда смонтированы. Тут нужно сказать, что у нас как раз UDEF умеет читать вот эти вот ID-шники уникальные. Видите, у каждого в данном случае раздела есть уникальный ID-шник, который как раз-таки у нас UDEF и монтирует в определенные названия, которые понятны нам. То есть UDEF можно сказать, чтобы он вот этот вот раздел вот с таким вот ID-шником всегда монтировал на устройство SDA5 и так далее. Мы с этим ID и с UDEF и с маунтами будем работать в ближайших занятиях точно. Ну что же, друзья мои, подводим итог. Мы с вами сегодня успели поговорить об директориях корневых, в которые монтируются определенные виртуальные файловые системы. Мы с вами успели посмотреть утилитки и команды, которые нам выводят перечень устройств различных на различных шинах. Поработали с модулями ядра, поудаляли модули ядра, подобавляли модули ядра. Обсудили систему адресации аппаратной части, посмотрели, где можно поглядеть, в каких файлах, что куда адресовано, у чего какие адреса. И посмотрели ID-шники наших разделов. На этом у нас 101 экзамен, первая его подтема закрыта. Будем двигаться дальше. Продолжение следует...